Я бог, мультяшный кот! Успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд, и тогда станешь таким же сильным, как и я! Время пошло! Раз, два, три, четыре, пять! Ну и друзья, на Сирена Студио вышла долгожданная битва качков. Да, наконец-то сразились качок мультяшный кот и качок сиреноголовый. Ну а кто же победил? Вы это можете узнать, посмотрев мультик по ссылочке в описании. Так, ну вроде я все вещи собрал. Да-да, и все учебники в рюкзак положил. Так, а математику положил, сидишь математика, а учитель ругается, когда у нас нет учебников по математике. Так, вроде все положил. Да-да, у нас такой страшный учитель, мультяшный демон, по алгебрии, по геометрии. Фух, ладно, надо идти уже в школу. О, сынок, наконец-таки ты вышел! Я тебя уже звать хотела! Ой, да-да, я иду в школу, иду в школу. Не забыл на ничего взять? Не-не. Не пытается опять мне перед учителем объясняться, почему тетрадки забываешь, в которых якобы домашние задания, которые ты не сделал? Не, я все сделал, я все учебники взял. Хорошо, молодец! И все домашние задания тоже сделал. Покушать с собой взял? Да-да-да, бананы взял, там огурцы взял. Хорошо. Ладно, все, давай как-то едим. Правда, с меня уже все в классе смеются давно, что я бананы ем, все мультяшные коты дешек едят, людишек всяких. А мы кушаем эти бананы и всякие овощи только. Мама, почему мы вегетарианцы? Ну, сынок, мы со здоровым образ жизни, понимаешь? Но ведь мультяшные коты должны есть дешек и людишек. Ну, мультяшные коты вообще-то могут питаться чем угодно, и дешками, и овощами. Многие решили, что надо питаться лишь мясом, и из-за этого мультяшные коты становятся очень тупыми и агрессивными. Мясо делает нас агрессивнее и злее. А когда мы питаемся овощами, мы были умны, и тебе это для учебы сейчас нужно. Так что питайся овощами и не слушай всяких агрессивных дураков. Ну ладно, ладно, мама, все, я пошел, то я в школу опаздываю. Да, давай быстрее. Опять сейчас все будут в школе смеяться, что я бананы и огурцы ем, потому что я вегетарианец. Но как только я вырасту и уйду от мамы, я обязательно буду кушать мясо и не буду больше вегетарианцем. А то другие мультяшки надо мной постоянно смеются в классе, как же они дадоели уже. Всякие шуточки про меня придумывают. Так, о, в школу же почти пришел как раз так. Ай, ладно, перепрыгну через забор, а то я уже опаздываю. Опа, оооо! Так, сегодня первый урок физкультуры. А, сегодня физкультура. О, ты че опаздываешь, ооо? Эээ, простите, учитель, качок-бультяшный кот. Больше всех тогда, чтобы в следующий раз смог добежать до школы вовремя, даже если опаздываешь. Оооо! А можно спросить вас, качок-бультяшный кот? Что такое? А у нас же вроде первым должна была быть алгебра, контрольная, почему физкультура? Ооо, алгебру отменили. Потому что мультяшный демон по каким-то важным делам ушел. Вот. Поэтому сегодня у вас будет две физкультуры. Наконец-таки вы выполните нормативы. Пять тысяч отжиманий. Сколько пять тысяч отжиманий? Ну, учитель, мы не умеем отжиматься. Да, мы не умеем отжиматься. Не умеем, Бафф, пеу. Не умеем, пеу, пеу. Так, молчите, сказал. Что значит не умеем? Я загонучу вас, и будете мне отжиматься. А потом, две тысячи кругов вокруг всего нашего стадиона для начала. Но учитель, нам не хватит времени до два урока. Ну, думаю, пойдет. Слушай, умник, ты че болтаешь так много, а? Да, молчи. Я, учитель, я решаю. Так, раз ты много так болтаешь, будешь первым, давай. Начнем с приседаний. Шесть тысяч приседаний, давай, давай. Шесть тысяч приседаний? А почему так много? Чтоб болтал меньше в следующий раз. Хе-хе-хе. Ах, пацаны, Ваф-Мяу. Наконец-то урок закончился, да? Да, Ваф-Ваф. Хорошо, что он закончился. Я так уже замучился с этими упражнениями. Хе-хе-хе. Кстати, знаете, вчера я с батей на охоту ходил. Так мы там сразу четыре дэшки поймали. Хе-хе-хе. Я лично одну из них схватил, придушил и съел. Убил его голову. Ммм, как вкусно было. Ого, круто! А я, Ваф-Ваф, хе-хе, сам ночью ушел на охоту. Ты чего, родители же тебя за это наругали бы. А вот, они даже об этом не узнали. И ночью. Знаете, кого я нашел? Рани на вою мужика. Он почти умирал. Так я добил его и поел мясо своего первого монстра. Хе-хе-хе. Конечно, не такой вкусный, как человек. Но я убил монстра. Ого, Ваф-Мяу. А ты крутой, Ваф. Вот ты, конечно, сказочник придумал историю. Да-да-да-да-да-да-да. Ой, а ты нам что расскажешь, вегетарианец? Травку, небось, свою кушаешь, а? Вообще-то не травку я кушаю, а бананы и огурцы. Вы знаете то, что... Вообще-то мясо, которое вы едите, оно делает вас глупыми и агрессивными. Никого оно не делает глупыми и агрессивными. Это доказано профессором мультяшным котом из мультяшной академии. Мясо! Мясо! Хе-мое, что с мультяшной мышкой? О, я же говорю! Я хочу есть мясо! Я же говорю, то, что мясо делает агрессивным и глупым. Это вам! Я обращаю внимание, она, в принципе, сумасшедшая, лав! А вот я ем бананы и огурцы, они вкусные. Монстры, не вегетарианцы, они должны питаться мясом, а ты какой-то ненормальный. Вы же понимаете то, что дэшки и тех людишек, которых вы убиваете, они такие же живые создания, как и мы. Людишек нельзя просто так убивать. Ох, начинается! Слушай, ты наш защитник людишек и вегетарианец местный. Знаешь, что я тебе скажу? Вот сегодня физра была, я вот, например, 500 отжиманий смог сделать кот. Сколько ты там сделал? Хе-хе! 525! Вот, видишь, 525, а ты всего 101. А знаешь, почему ты такой задохлик? Ну и как, кто скажет? Я скажу, вов-мяу, ты такой задохлик, потому что своими овощами питаешься. Ха-ха-ха-ха, да! Вообще-то овощи делают меня более умным. И главное не сила, а главное это ум. Ай, чем тебе ум поможет? Вот смотри, ты умный говоришь, да? Давай я тебе сейчас как люлей наешу. А, что ты берёшься? И что, тебе поможет твой ум? На, получай! И что, это всё же ты можешь, умник. Ай! Хе-хе-хе! Проваливай давай отсюда, с тобой скучно разговаривать. Короче, ребята, у меня ещё одна есть прикольная история. Батя как-то ходил и забил целый отряд спецназов, он мне об этом рассказывал. Ого, как круто, расскажи! Только и меряются, кто там больше человечков съел. Человечки, людишки, такие же живые. Их нельзя убивать, им тоже больно. Гребняков всяких тем более, да даже Дэшек. Хоть и пускай это заключённые. Хотя им какая разница? Они что, грибняков убивают, которые просто пытаются прокормить свою семью. Что убивают и Дэшек. Которые, конечно, плохие ребята, всякие зэки, заключённые. А ладно, чё я буду с этими дуролеями общаться? Лучше книжку почитаю. Как раз сейчас перед уроком подготовлюсь, отвечу лучше всех и пятёрку мне поставят. О, не зря я все эти годы читал так много учебников. Вот собрал целую свою компьютерную станцию. Так, все мои исследования были верны, да. Действительно, тот мультяшный профессор из мультяшной академии был прав. То, что мясо и Дэшки, и людишки, в общем, если мультяшные коты и мультяшные монстры едят людишек, то они становятся глупыми и очень агрессивными. Так как у них начинает разрушаться мозг, а именно те отделы, которые отвечают, можно сказать, за гуманность, они становятся крайне агрессивными и очень кровожадными. И начинают убивать в огромных количествах людей. А потом их ловит SCP-фонд и пускает на эксперименты. Так что, если мы заменим вот этот ген ещё до рождения мультяшного кота, либо какого-то мультяшного монстра, то после рождения он не начнёт есть людишек, Дэшек и так далее. У него просто не будет этого желания. И в будущем его мозг не разрушится, соответственно, он не станет очень кровожадным, не ворвётся какой-нибудь город, не съест много-много людей, его не поймает SCP-фонд, и таким образом он выживет. И наша популяция мультяшек увеличится приблизительно, по моим подсчётам, за 30 лет в 10 раз. Ух ты! Если мои сведения верны, все мои подсчёты и расчёты, то это возможно сделать. Только вот есть одно небольшое но. Не так легко внедрить этот ген до рождения мультяшных монстров. Нужно провести целое исследование. Так-так-так-так-так-так. О, вроде всё, моё исследование готово. Да. Надо теперь покушать бананы. Ням-ням-ням-ням-ням. Ммм, вкус такие бананчики. Ладно. Сейчас возьму этот банан и пойду на улицу подышу свежим воздухом. Эй, ребята. Да, баф-баф. А тут живёт один неудачник. Хе-хе-хе. Хотите, я вас с ним познакомлю? О, давай. О, смотрите, а вот тот самый неудачник. Ё-моё. Это что, это точно мультяшный год? Он какой-то задумал. Это вы, что ли? Мои одноклассники? Он жрёт одни лишь бананы и овощи. Хе-хе-хе. Как смешно. Хе-хе-хе. Ё-моё, Том, это ты, что ли? Своих дружков снова, что ли, привёл поржать от меня? Да. Ты такой смешной. Хе-хе-хе. Такой неудачник. Ой, просто не могу. Смотрите, у него что-то жёлтое на щеке. Наверное, бананы опять ел. Хе-хе-хе. Смешно вам. Я вообще-то серьёзными делами занимаюсь, исследованиями. Какими ты там делами занимаешься? Вот вы кушаете это мясо, дэшки и пейте. Вот мы серьёзными делами занимаемся. Мы каждый день ходим на задания, охотимся, ловим всяких там дэшек, сипифонды моим, сиреноголовыми. А ты тут, крыса лабораторная, сидишь. Ты своим компьютером, ё-моё, и какую-то хрень вычисляешь. Ой, так смешно ещё и бананы живёшь, попута. А-ха-ха-ха-ха. Потому что мне хватает разума не кушать мясо, от которого я буду глупеть. Что он несёт? Папап, пап, он такой смешной ерунду несёт, вахнял. Хе-хе. В общем, да, смешной чудик. Я никогда не думал, что среди мультяшных котов такие отбросы могут быть. Ладно, ребята, давайте, пойдёмте. Сейчас только под затыльником нам. Ой, ну у вас, а? А, а, что ты дерёшься? Не переходите больше сюда. Давайте, пошли. Ой, обязательно придём ещё, напишем, веган-ботаник. У меня краска, кстати, хорошая есть. Отлично, братаны, пошли, давайте. Я вам ещё прикольное место покажу. Ага, хорошо. Ой, ладно, чего я на этих будут дуралеев отвлекаться? О, ё-моё, что это? А, кто это такой? О, кажется, это было здесь. Ё-моё, надо бежать, кто это такой? Стой, подожди, ты избранник. Что? Подожди, избранник. Кто это такой? Я бог-мультяжный кот, ну, точнее, его астральное тело, которое осталось от него. К сожалению, моё могущество почти угасло. Однако, я давно искал преемника, чтобы передать ему мою божественную силу. И чтобы с этой силой он сделал всех мультяшных монстров лучше и помог им выбраться из грядущего вымирания. Какое ещё вымирание? И ты идеальный кандидат. Я идеальный кандидат? Я же просто мультяшный учёный. И даже любитель учёный. Ты мало того, что дошёл до причины, из-за которой мультяшные коты скоро выбрут, что они становятся слишком агрессивными и глупыми, так ещё ты слишком добр. Ты ни разу никого за свою жизнь не убил. Никого не съел. Всегда руководствовался умом. Только такому мультяшному коту я могу передать свою божественную силу. Только такой кот правильно ей распорядится и приведёт мультяшных монстров к процветанию. Сейчас тебя не слушают потому, что тебе не хватает возможностей. Но я отдам тебе свою силу. И с этих пор ты сможешь привести всех монстров к процветанию. Если бы я отдал эту силу обычному коту, какому-нибудь агрессивному мясоеду, как Том, который сегодня приходил и пытался унижать тебя, то тогда он бы наворотил глупых делов и впустую погиб бы среди армии качков Великих Матерей и Больших Сирен. Какие ещё качков? Да, это испытания, что тебя ждут. В общем, ты будешь хранить. Качки и Большие Сирены, Великие Матери Мегафон? Это же невозможно. Нет, всё возможно. В общем, я должен передать тебе свою силу. Быстрее. Моё время на исходе. Что происходит? Быстрее. Я же не чувствую. Моё время на исходе. Что со мной? Началось. Вот ещё. Вели сильный кавал. Быстрее. Что происходит? Это невозможно. Что вы со мной сделали? Приведи мультяшных монстров к лучшему будущему. Сделай то, чего не смог сделать я. У меня в голове так много разной новой информации. Что? Сиреноголовые готовят вторжение в мультяшный мир? Чтобы его полностью уничтожить и поработить? Что? Армию собирает какой-то качок Большая Сирена и качок Великая Мать Мегафон. Армию качков сиреноголовых и других сиреноголовых. Которые хотят вторгнуться в ближайшую деревушку на границе царства сиреноголовых и царства мультяшных монстров. Это совсем небольшое поселение мультяшных монстров. Там преимущественно живут только мультяшные коты. Я не могу этого допустить. Нужно защитить их. Несколько часов и я уже буду там. Гоу, ах! Итак, товарищи. Сегодня на повестке дня у нас вопрос о нехватке еды. Почему так мало еды стали добывать? В чем проблема? Эээ, уважаемый пёс Жерри. Ну-ну, что, слушаю тебя, мультяшный котопёс. Вау-мяу, в общем, проблема в том, что слишком много сиреноголовых на той стороне, граница развелась. Вот они себе всю еду забирают. Что за чушь? Откуда их там может быть много? Там же маленькое поселение. Да, он правду говорит, вау-вау. Правду-правду. А, значит, сиреноголовые всю еду себе забирают. Не порядок. Надо бы организовать дипломатическую миссию, сходить к ним и как-нибудь договориться, а то какой-то беспорядок. Не получится. На прошлой неделе он Тома схватил и съел. Как Тома? Кто схватил? Один из сиреноголовых и утащил его. Больше его никто не видел. Хм, они ещё и заложников берут. Вообще бардак. Ну, братья, надо срочно готовиться. Тогда к дипломатической миссии. И быстрее решить этот вопрос. Иначе мы умрём с голоду. Да-да, ты прав, Джерри, ты прав. Хорошо, мы будем готовиться. Вот отлично. В общем, ладно, тогда главный вопрос на поездке дня. Плюс-минус разобрались с ним. Второй вопрос на поездке дня. О, быстрее нужно. Нужно быстрее к ним бежать. О, прибежал. Так, мультяшные монстры, слушайте меня. Э, что? Кто это? Подходи-ка в сторонку, мультяшный пёс. Ты кто такой? Я здесь глава. Ты не имеешь права меня прогонять. Я, божество мультяшных монстров. Что у тебя глаза красные? У меня глаза красные, но что-то употреблял? Да, наверное, что-то употреблял. Вы неадеквате, товарищ. Это посередине мультяшных котов. Слушайте меня. Вы туда прыжки с перестала. Мы не будем слушать неадекватного кота. Я пришёл вас, чтобы предупредить. С той стороны. Сюда уже двигаются сиреноголовые. Уведите его, махмел. Уведите. Что это? Вы меня выслушаете или нет? Ладно, у нас на землю летает. Слушаем хорошо. Я же говорю, я божество мультяшных кот. Божество всех мультяшных монстров. Слушайте меня, смертные. С той стороны двигаются толпы сиреноголовых. Под предводительством качка большой сирены. И также появилась в сиреноголовых новая гвардия. Качки сиреноголовые. Они сюда двигаются, чтобы уничтожить ваше поселение. Ваше поселение находится где? Правильно. На границе между царством сиреноголовых и царством мультяшек. Да, они, видимо, допрашивают и выпытывают информацию. Какой ужас. Какой ужас, какой ужас. Мультяшки. Что же нам делать? Мы не хотим убирать. Если бы такое произошло 300 лет назад, то мы бы здесь собрались бы и пошли бы воевать против сиреноголовых. Но так не получится. Я знаю то, что сейчас мультяшные монстры уже мирная раса, можно сказать. И только охотятся максимум на дэшек. И с другими монстрами вы не конфликтуете. Да и плюс сиреноголовые буквально через 15 минут уже будут в этой деревне. Сейчас быстро все разбежались по домам. И сидим, не пикаем, поняли? Без звуков. А я вас защищу. Хоро, что нам могут слушать? Вы что, идиоты? Это же божество. Слушайте его. Хорошо, по домам. Хромам, быстрее. Если кто-то выйдет из дома, скорее всего он умрет. Потому что сюда движется тысяча сиреноголовых. Все бежать. Это целое вторжение сиреноголовых. О, один из ваших испугался и убежал. Вот последуйте его примеру и бегите, потому что тысяча сиреноголовых здесь и пустого места не оставят. Разбежались быстро в страхе. А, хорошо. О, а вот и первый сиреноголовый. Так, притворюсь то, что я обычно какой-то старец мультяшный кот. Э, сиреноголовые, что вам нужно в нашей мирной деревне? О, хо-хо-хо-хо. Ты представитель мультяшных котов? О, да. О, отлично. У меня для тебя есть важное послание. Какое же у тебя есть важное послание? Зачем вы сюда пришли? Ну, блядь, я вам войну. О, хо-хо-хо. О, что? Давайте, нападайте. Хо-хо-хо. Сейчас, только подождите. Чего-то вы какие-то слишком большие. О, сейчас увеличусь. Он убил нашего братишка. Хо-хо-хо-хо. Да. Он очень сильный. Подкрепление нужно. Я божество мультяшный кот. Кажется, наш авангард не исправляется. Неужели придется... Какие вы ничтожные. Хо-хо-хо. О, хо-хо. За родину сиреноголовых, за великую мать-мегафон. Атакуйте его. Хо-хо-хо. Ничтожество сиреноголовые. Хо-хо-хо. Что, хотели бедных мультяшек покушать? Ничего у вас не получится. Хо-хо-хо. Эти сиреноголовые постоянно приходят и приходят из каких-то порталов. Видимо, здесь задействована какая-то черная магия. Хо-хо-хо. Ну хотя, как могли по-другому получиться качки? Хотя пока что качков я не видел. Но у меня есть информация такая. А нет, мне есть вам слишком большие потери. Наверное, надо отступать. Прикажите закрыть порталы. Великая мать-мегафон-шаман слишком много порталов создала. Сейчас вы все умрёте. Хо-хо-хо. Давайте, глупые сиреноголовые, нападайте. Какие они всё-таки тупые. Эй. Хо-хо. Хо-хо. Эй, тупилы, вы чё, дома пытаетесь ломать? Лучше меня попробуйте поломать. Вкусные мультяшки. Я чувствую там еду. Какие же вы слабые. Давайте, вот эти. Эй, я здесь. Так, нужно их вывезти из деревни. А то они сейчас начнут дома ломать. И мультяшек в итоге съедят. Эй. Давайте, за ним от нас кажется убегают. Эй. Глупые сиреноголовые. Отлично. Так, нужно уменьшиться. Может они так подумают, что я стал слабее. И побегут за мной. Так. О-хо-хо. Эй. Смотрите, он уменьшается. Глупые сиреноголовые. Давайте, нападайте. Срочно. Так. Да, получайте. Хо-хо-хо. На. Надо немедленно убить его, пока у нас есть шанс. Ага, вы думаете, у вас есть шанс? Ничего, мы с ним справимся. О, последний. Ну нет, мы проигрываем. На. А-а-а. Так, ну вроде все, эти телепорты закрылись. С этими сиреноголовыми. Если хочешь что-то сделать, делай это сам. Ё-моё, это качок. Я не знаю, кто ты такой, кот. Но я решил, что лично разберусь с тобой. Пускай качки сиреноголовые поберегут себя. Раз ты так легко разобрался с обычными сиреноголовыми, то и качки бы тоже проиграли. Но со мной тебе не совладать. Иди сюда, сейчас ты умрешь. Это ты умрешь. На. Ха-ха-ха, на. Да, получай. Да. Попахивает какой-то черной магией. Да. Иди сюда, котел. Иди сюда, давай, давай, подходи. Да. О, я провалюсь под землю. Что ты за силу используешь против меня? Ха-ха-ха. Потому что ты всего лишь какой-то перекаченный мутант. Какой-то недоделанный качок. А я божество. Да. На, получай. Да. Ах, мой сильнейший удар. Он тоже не сработал. Что за ерунда? Коты не должны быть такими сильными. Так я необычный кот. Я бог мультяшный кот. Да. Ах, мой сильнейший. Качков и шаманов. Но он, видимо, переродился в тебе. Нет. Какую черную магию ты использовал, чтобы превратиться в такого качка? Шаманы великие матери знают много секретов. А ты, недоделанный божок, мы с тобой разберемся. А, я почему-то не могу бежать. Ах, ха-ха. Что ты сделал? Я использовал магию. Ха-ха. И твои ботинки, твои ноги провалились под землю. Там земля расплавилась и все запечаталось. Я не могу пошевелиться. Нет. Ха-ха-ха. Сейчас ты умрешь. На. Ха-ха. Фух. Это была какая-то очень сильная черная магия. Так, ну раз я убил сильнейшего солдата, тогда, думаю, качки и сиреноголовые сюда уже не нападут. Это был какой-то их командир, видимо, качок Большая Сирена. Но всегда были самыми главными не Большие Сирены, а Великие Матери. Значит, какая-то Великая Мать Мегафон открыла новое заклинание. Черной Магии и превратила своих подданных и даже Большую Сирену в огромных мутантов-качков. Эй, мультяшки! Я, кажется, отбил нападение сиреноголовых. Можете выходить из домов. Ура, ура! Славьте, славьте Бога мультяшного кота! Он заст нас. Спасибо тебе! Мне нужно идти в другое место. Ура, спасибо тебе! Ваше поселение с этой стороны защитил. Вау-мяу, благодарим тебя! Вау-мяу! Ура! А вот там вот за горами есть еще одно поселение мультяшек. И туда тоже решили вторгнуться сиреноголовые. Я их иду защищать. Хорошо, Великий Бог. Мы всем расскажем... Да, Бог мультяшный код, спасибо тебе! О, я полетел! Ха-ха-ха! О-хо-хо-хо-хо! Наконец-таки мы разгромили это поселение мультяшек. Было довольно-таки легко, да, братья? О, да, брат! Мы уничтожили всех. Теперь надо напасть на другое поселение. Нет, там вообще есть город мультяшек. О, или на город, ха-ха! Мы сметем их очень быстро. Они даже еще не поняли, что мы на них напали. Ну что же, братья, за мной! За едой! Да, да, еда! Ха-ха-ха-ха! Там, кажется, мультяшки спрятались в том доме. Где? О, мультяшки! Надо разломать тот дом. О, ломайте его! И в другом тоже доме, кажется, мультяшка еще спряталась. О, еда! Есть! О, еда! О, кажется, я опоздал. О, нет! Это поселение уже было уничтожено сиреноголовыми. Но я чувствую, что там две мультяшки еще живы. Мультяшная мышь и мультяшный кот. О, выходите! И там мультяшный пес и мультяшный котопес. О, выходите! Их нужно спасти! О, там какой-то странный мультяшный кот идет. О, еда! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Ха-ха-ха! Идите сюда! Сейчас вы умрете! Надо бежать, оно идет! Нет, я отомщу за братьев! Беги, дурак! Я отомщу! На, получа! А-а-а-а! Не убивай меня! Нет, не надо! А-а-а-а! Ладно, не буду тебя убивать! Беги, сообщи своим! То, что я тебя пощадил! И если сиреноголовые отступят, то они все останутся в живых! Я все передам, все передам! А-а-а-а! Я хочу жить, помогите! А-а-а-а! А-а-а-а! Ничтожество! Эй, мультяшки, выходите! Кто это? О, там какой-то другой монстр, который убил всех монстров! Не выходите! Я мультяшный кот! Он обманывает нас! Он съест нас тоже! Посмотрите из окна, я мультяшный кот! Ладно, если вы мне не верите, в этом доме мультяшная мышь и мультяшный кот спрятались! А в этом доме мультяшный пес и мультяшный котопес! Я вас чувствую, выходите! О, нет! Не убивай нас, пожалуйста! Ладно, не хотите выходить? Так оставайтесь там! Но знайте то, что я вас спас! Так! Хорошо, хорошо! Это приграниченная зона! С той стороны в этом лесу уже живут сиреноголовые! Так, надо бы... О, я чувствую, еще приближаются сиреноголовые! Это кажется качок или даже качки! О, кто это там ломает деревья? О, рушит лес! О, это что, качок сиреноголовый? Где-то в этих деревьях могут спрятаться мультяшки! Надо все разрушить! Эй, дуралей! Я здесь уже давно! О, надо забить его! Хотя, стоп, подождите! Это не тот ли самый мультяшный кот? О, нет! Надо бить, бить его! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Сейчас его забью! Как щекотно! Ха-ха-ха! Щекотно! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Щекотно! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Сколько ты меня уже бьешь? Брят, тут слышишь, там сильно надо убегать! А теперь смотри, что такое настоящий удар! На! Как больно! Мои кости трещут! А регенерацию не ставлю в лесу! На! А-а-а! Я умираю! А-а-а! Ха-ха-ха-ха! Надо сержаться до последнего! Я хотя бы не умру позорной смертью! А-а-а! А-а-а! Опять меня пытаешься пощекотать! А-а-а! Силы закрачиваются! Ха-ха-ха-ха! А-а-а! А-а-а-а-а! Ой, только кажется, после нашей битвы все деревья были уничтожены в этом лесу! Ну ладно! Главное то, что я защитил поселение мультяшек! Правда, наверное, большая часть из них погибла, их сели селеноголовые! Ну ладно, ничего, мультяшные монстры быстро плодятся! Думаю, через несколько лет это поселение снова будет процветающим! Так, о! О! Чувствую, что с той стороны нападают селеноголовые на другое поселение! Нужно быстрее помочь мультяшкам! Это вроде последняя армия селеноголовых! О-хо-хо! Сейчас я им надаю! Ну, короче, да, ребятки, вот такая у нас сегодня прикольная серия получилась! Да, ребят, это была жизнь бога мультяшного кота! Вы видели, ребят, нашему картун-кету досталась божественная сила от другого бога мультяшного кота! И после этого он, ребят, превратился тоже в бога! Вот такого многорукого, очень-очень сильного монстра! Но однажды великое зло пробудилось, и нашему богу мультяшному коту теперь нужно было противостоять этому великому злу черной магии! Ну, вообще, да, ребят, сегодня мы вам показали жизнь мультяшного кота от рождения и до смерти! И вы, наверное, спросите, а где же смерть? Ребят, это огромное, гигантское божество! Видите, сколько у него рук и просто невероятная всемогущая сила! Вы думаете, то, что он может умереть? Да даже если этот бог и может умереть, хотя, скорее всего, боги бессмертны, либо живут слишком много, просто миллионы, миллиарды лет! Поэтому, ребята, скорее всего, смерть мультяшного кота-бога мы с вами никогда и не увидим! Вообще, да, друзья, вот такая офигенная у нас сегодня серия получилась! Ну, а с вами были я, Слайк Маст и, конечно же, Дарк! Всем, ребята, спасибо за просмотр! Всем, конечно же, пока-пока! Всего хорошего, народ! Субтитры создавал DimaTorzok